Россия потеряла 300 тысяч человек в военном конфликте в Украине, об этом заявил генсект НАТО Йенс Столтенберг по итогам Первого Совета Украина-НАТО в Брюсселе. Речь идет и об убитых, и о раненых. Для сравнения, 300 тысяч — это все население, ну, например, Архангельска или Череповца. Кстати, о таких же потерях путинской армии, тоже 300 тысяч, в конце октября заявлял и украинский генштаб. Столтенберг, в свою очередь, отметил, что Россия истощена войной как экономически, так и политически, но в то же время признал, что теперь все силы путинского режима будут брошены на поддержание военной машины, а Украине зимой предстоят новые удары по критической инфраструктуре. При этом власти придумывают все новые и новые способы того, как бы удержать людей на фронте. Вот, например, Госдума в первом чтении приняла закон, по которому добровольцев смогут сажать за дезертирство или сдачу в плен. Раньше наказание за это грозили только профессиональным военным и мобилизованным. Санкции также последуют и за сопротивление начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожения, повреждения или утраты военного имущества, а также симуляцию и самовольное оставление места службы. РПЦ тоже не забывает о войне. Там хотят уравнять в социальных правах боевых священников и военных. Этот вопрос обсудили на Всемирном русском народном соборе. Подробности приводит коммерсант. Распространение на военное духовенство тех гарантий, которые установлены для военных их семей, говорят, поддержал лично Путин. По данным церкви, с начала войны в Украине 700 священников РПЦ побывали в зоне боевых действий. Семеро из них погибли. Тем временем, в ночь на 30 ноября российская армия выпустила 8 ракет С-300 по Донецкой области. В Новоградовке снаряд попал в живой дом. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ранен 13-летний подросток. Из-под завалов извлекли одного погибшего. Это 60-летний мужчина. Спасательная операция продолжается. Кроме того, по данным Клименко, в Покровске повреждены многоквартирный дом и 9 частных домов, также отделение полиции, автомобилей, гаражей. Пострадала семья с детьми, в том числе 6-месячный младенец и двое подростков. В Мирнограде под обстрел попало отделение полиции. Принесемся в Крым. Там хакеры взломали эфир цифрового ТВ и пустили обращение президента Зеленского. На всех каналах крымского IPTV показали обращение украинского президента. На некоторых сервисах местного цифрового ТВ название каналов поменяли на надпись «Путин». Ну, дальше вы знаете, как называют Путина в Украине. Нецензурно, скажем так. Советник главы оккупированного региона Аксенова заявил, цитирую, «Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены». Конец цитаты. Субтитры создавал DimaTorzok